И снова о благоустройстве. На этот раз в Тольятти, внутриквартальное бездорожье, нет освещения, во дворе есть засилие бродячих собак. Это далеко не полный перечень проблем, с которыми обратились жители города к членам общественного совета. Представители организации, созданные по инициативе главы региона Николая Меркушкина, встретились с жителями 14-го квартала. Увидели работу на месте и наши корреспонденты. Новостройка в 14-м квартале. Первые жильцы в этом доме стали появляться всего несколько лет назад. Правда, новоселье омрачили бытовые неурядицы. Прохода к остановке общественного транспорта нет, вместо тротуара проезжая часть. И эта проблема здесь далеко не единственная. У нас нет освещения. Это очень большая проблема, потому что перемещаться в ночное время суток, просто это небезопасно. Потом большая проблема, обслуживание межквартальных дорог на баланс городу не передали. То есть эта проволочка идет в оформлении документов, ну так нам сказали. Потом у нас большая проблема, это с собаками. От лов собак мы уже писали в мэрию, потому что с ребятишками, с детьми небезопасно перемещаться по кварталу. Жильцы дома обратились в приемную губернатора, общественники решили узнать подробности и составить план решения проблемы прямо на месте. Только тогда, когда действительно соберем со всех кварталов все вот эти вот проблемы, когда мы проговорим на общественном совете, когда нас услышит губернатор, когда нас услышит мэр, и тогда действительно, надеюсь, действительно что-то сдвинется с места в лучшую сторону. Первое, что будет сделано, это, в общем, для чего создавались общественные советы. Эти проблемы будут донесены не только до нашей мэрии, но и до губернатора нашей области. Это вот первое, что будет сделано. Это будет как минимум. А второй общественный совет, они для того и создавались, чтобы отстаивать интересы граждан более эффективно. Задача общественных советов стать связующей нитью между властью и жителями города. Все обращения обещают довести до сведения городской и областной власти. Ирина Трофимова, Алексей Егимбулаев, Новости губернии, Тольятти.